Здравствуйте! Вас приветствует государственное учреждение отозвания средняя школа номер 4 города Витебска, команда For Stream. Мы подготовили ролик на тему реки, а именно нашего города Витебска. Реки Витебска — это отдельная тема разговора, о которой можно разговаривать часами. И не потому, что здесь решились великие исторические события. Весь секрет в том, что именно здесь загадочный и удивительный пейзаж Витебска сотка воедино, открывая жителям и гостям такой удивительный и загадочный город. Здесь рождаются настолько фантастические виды Витебска, будто талантливый художник их рисует незримой кистью, ежедневно нанося в свои картины маленькие сюжеты. Первая река, про которую мы сейчас расскажем, — это Витьба. Длина Витьбы составляет 33 километра. Река берет начало у деревни Подубье. Витебской возвышенности. Основные притоки — Горновка и Семица. Площадь водосбора — 275 километров в квадратах. Водосбор — на северо-западных склонах Витебской возвышенности. Русло реки извилистое. В черте города, на берегах и островах создана зона отдыха, в которую уходит парк имени Фрунзе. На правой стороне реки расположился ботанический сад. Берега реки соединены между собой пешеходными и автомобильными мостами. Существует две легенды о происхождении и названии реки. Первая легенда гласит о том, что раньше люди спускались в Черную Горь и торопились. И лишь одна девушка постоянно оглядывалась по сторонам. Ей было все интересно и необычно. Но вдруг лес вокруг нее замкнулся чистокуром. Она опомнилась. Оглядываясь по сторонам, она не слышала ни звука ветра, ни шагов, ни голосов. Она испугалась. Ее охватил ужас, страх и неведомь. Медленно продвигаясь между зарослями и кустарниками, юная девушка горько плакала, избиваясь вдоль зеленых холмов. Так она породила, пока не превратилась, в избилистую речку, которую назвали Видьбой. Согласно второй легенде, на месте реки была креница, способная исцелять раны. Однажды женщина решила постирать в ней белье. Отвестные жители, прокричав, проклили ее, сказав, чтобы тебе Видьба увидеться. С тех пор женщина исчезла, а на ее месте появилась бурная река Видьба. Следующая река, про которую вы узнаете, это Лучоса. Одно из самых загадочных претензийных мест Витебска – район впадения Лучоса в Западную Дуну. Это место, загадочное своей труднодоступностью. Чтобы до него добраться, нужно перейти через железнодорожные пути, обогнуть охраняемый забор и перейти по западному берегу Лучоса. Одна из легенд гласит, что во время Второй мировой войны в районе Лучоса располагался бункер Гитлера. Даже называется точная дата посещения фюрера Витебска – 6 ноября 1943 года. Легенда связана с тем, что с конца 16 века здесь уже существовали имения, в которых были подземные постройки. На данный момент на этом месте ведет застройка жилого комплекса. И последняя река, о которой мы вам расскажем, – это Западная Двина. Река Западная Двина некогда была частью знаменитого пути из варяг к греки. Древнегреческие поэты отправляли своих героев в путешествие по Западной Двине для совершения героических подвигов. И сегодня это не менее примечательный угол Витебска, ведь именно на Западной Двине рождаются удивительные и неповторимые закаты и рассветы. С рекой Двиной связаны многочисленные истории Витебска. В Западной Двине, словно в зеркале, отражены прожитые эпохи, а в быстротечных ее водах можно увидеть, как один за другим сменяются образы, характеры и главные герои прожитых лет. Река Двина имеет протяженность более тысячи километров. Из них лишь 17 приходятся на Витебск. Как свидетельствует многочисленная страница истории Витебска, река Двина на протяжении многих веков была явником раздора между Восточной и Западной Рущей, между Московским и Великим Княжеством Литовским. Берега Западной Двины еще долгое время являлись центром военных сражений и кровопролитных боев. С той поры много воды утекло. Но лишь одно достоверно. Преподнося одним кров и пищу, река Двина других обрекала на верную гибель. Есть несколько происхождений названия реки. Одни ученые связывают происхождение названия Западная Двина с немецкими и эстонскими корнями, что в переводе означает «многоводный». Другие выделяют финские корни, обозначающие особенное спокойствие реки. Третьи связывают названия с древнескандинавским языком, где Двина переводится как «вяло двигающаяся и слабеющая». Это были три реки, про которые мы хотели вам рассказать. Спасибо за просмотр!